Доброго времени суток! Программа «Сеслад» зовут меня Анна. Тема сегодняшнего дня – черенкование. Петунии, вот эти были посеяны у нас в январе месяце, для каких целей? Для черенкования. Семена сейчас стоят не 3 копейки, плюс многие еще не научились путем их выращивать, достаточно вырастить несколько штук, чтобы их потом начеренковать. Вот этим мы сейчас и займемся. Берем нож, ножницы, обрезаем. Черенки, вот смотрите, чтобы было наглядно и понятно, мы оставляем два настоящих листика, вот здесь вот, все, чтобы у нас пошла развилка. Вот это у нас будет черенок. Вот здесь вот хорошо видно, вот она была обрезка, уже черенковали с этого цветочка, и вот они, два этих пошли. Но так как мы ее будем зарезать, и нам нужны от нее только черенки, поэтому это мы тоже удалим. Черенок берется, вот это вот отрезается, так вот, чпок, вот он наш черенок, вот он черенок. Вот здесь он пытается зацвести, цветонос нужно убрать обязательно, можно и макушку убрать, ничего страшного не случится. Петунию можно бесконечно обрезать на черенки? Конечно, с одной петунии можно сделать много, штук 50, если вы посеяли, сделали ранний посев. До мая месяца вы можете черенковать без проблем. Сейчас солнце уже хорошее, сейчас время черенкования, в путь. Дальше поехали. Листочки вот эти вот лишние мы обязательно убираем, вот наши череночки. Но у нас же сегодня тема не только черенкования петунии, а еще и гортензии. Я специально в январе месяце раскопала гортензию, которая у меня жила в саду, вот она у меня проснулась. Что я буду делать? Вот так вот безбожно, безбожно я просто выламываю. Вот так вот выламываю. Это все будут черенки, это будут мои новые гортензии. Чтобы у тебя был полноценный хороший черенок, мы вот так вот сделаем. Листики пополам. Макушку обрезать не буду, потому что у меня маленькие череночки. Обрезать можно долго-долго. Грунт. Что нам нужно для черенкования? Берется рыхлый грунт, чтобы грунт был не залитый, а чтобы он и от руки отвалился, и был влажный. Я добавлю в торф для укоренения ионитный субстрат. Одна столовая ложка на литр грунта. Он будет питать наши череночки. Начнем с гортензии. Под углом делаю градусов 30. И вот так вот прижимаю, тщательно прижимаю наших детенышей. Теперь петуния. Опять добавляем одну столовую ложку субстрата на литр грунта. Можно и больше, кашу маслом не испортишь. Здесь же это же у нас ионитный субстрат. Он не содержит химии, соответственно, ожогов не будет. Соприкосновение с нашими черенками ионитного субстрата, он возбудит почки. У нас образуется каус, с которого полезут корешочки, такой пенечек. А с него такие тынич-тынич корешочки. Грунт уплотняю и делаю такие дырочки. И уже в эти дырочки вставляю питунью. А ионитный субстрат в грунте как работает? Вообще, это природное, природное. И здесь такие минералы добавлены. Присутствие таких минералов, которые возбуждают рост новых корешочков. Сильно в жирном грунте корни не даются. Они не получаются, они получаются слабые. А вот именно в таком у тебя получается корневая система вообще супер. Она разрастается. Они ищут в себе еще больше питания. И у тебя получается корневая система прямо мочка. Кочка. Много. Красиво. Сильные растения. Этого пока достаточно будет до самой перевалки. Закормишь, не будет у тебя красивого растения. А нам нужны красивые растения с большими тарнями. Не забываем. Обязательно под крышкой. 14 часов засветки нормально. И обязательно нужно опрыскивать. Полива уже не будет. У нас будет только опрыскивание по листу. Вот так вот чуть-чуть пробрызгали. Но это все делается лучше на ночь. Потому что днем солнышко, не дай бог, что сейчас сгорит. Чпок. Закрыли. Ставим. На окно. Но только не южное. Потому что весна. Солнце. Сгорит все. Сегодня мы укоренили и питунью, и гортензию. Ждем корешочков. А на этом программа заканчивается. Всем хороших корешочков и всходов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok